Всем привет! Это Вероника. Я очень рада вас видеть на своей страничке. Большое спасибо, что нашли время зайти на мой канал. Ко мне только что буквально приехал курьер, привез мне вот такую здоровенную посылку от Центра Здоровья Кожи, это сайт Фармакосметика. И я решила, не откладывая в долгий ящик, открыть все вместе с вами и заодно показать и рассказать вам о тех средствах, которые я заказала. Честно говоря, знаете, я за что люблю интернет-шоппинг? Заказываешь, заказываешь что-нибудь на сайте, а потом уже, честно говоря, даже и забываешь, что ты заказала. Но вообще с Фармакосметики посылки идут очень быстро. Ну, в общем случае, я живу в Москве, посылки доходят буквально на второй день, а то иногда бывает и пораньше. Ну, давайте сейчас я это все дело вскрою. Упаковано все, конечно, как всегда так, что сломать только ногти можно. Я боюсь, что я сейчас начну просто ужасно краснеть в кадре, не потому что я сказала что-то неприличное, а потому что для того, чтобы был хороший звук, я отключаю кондиционер и в комнате становится просто дико жарко. Итак, вот такая огромная посылка. Давайте смотреть, давайте буду доставать, что у нас тут есть. Так, посылку я, честно говоря, открыла, по-моему, верх ногами. Но ничего страшного. Первое, что я нахожу, это вот такой вот кондиционер для детского белья. Это не потому, что я стираю детские вещи, а я все время нахожусь в поиске какого-нибудь хорошего и желательно недорогого кондиционера, потому что я безумно люблю кондиционеры от японской фирмы Лион. Но они безумно дорогие. Я все время пытаюсь найти что-нибудь более дешевое. Ну и плюс как-то с возрастом я перехожу к тому, что... Ну, я не против косметики там без пометки эко, да, такой типичной химической промышленности. Но в целом иногда вот как-то хочется какие-то продукты найти более натуральные, более экологичные, которые менее вредят нам и окружающей среде. Нашла вот такой вот кондиционер. Он у нас от бренда Наша Мама. Я не знаю, как он пахнет, но, скорее всего, не очень сильно, потому что он детский. Вы знаете, запах абсолютно очаровательный. Запах хорошего, дорогого детского мыла. Не такое, как было в нашем детстве. Тик-так там какой-то, да? А вот такое хорошее детское мыло. Больше даже похоже не на аромат кондиционера, а больше похоже на аромат средства для стирки белья. Ну, посмотрим. Я думаю, я его потом положу в пустые баночки, расскажу, что я о нем думаю. Ну, или если есть какие-то мамочки, которые смотрят мой канал, вы мне напишите, пожалуйста, пользуетесь таким или нет. Следующее, что я нахожу в посылке, это пена для ванн. Пена для ванна от марки Natura Siberica. Как вы видите, сверху прилеплено такой кусочек скотча. Вот сколько раз заказывала, всегда какие-то штуки, которые могут пролиться и открыться, упаковывают в такой скотч. Я взяла линейку, которая называется Сибирская СПА молодость кожи. Честно говоря, тут такие странные растения. На самом деле, Natura Siberica в один какой-то прекрасный момент перешла, ну вот, совсем в какие-то фанатичные растения из золотой книги, я не знаю, из золотой книги, из красной книги. В общем, давайте попробуем, как пахнет. Ммм, запах, кстати, очень приятный. Какой-то очень сладкий цветок, но при этом какая-то такая очень холодная, освежающая хвоя, что ли даже, я не знаю. В общем, здесь, как всегда, куча-куча экстрактов, полезностей и всего остального. Не содержит лауретосульфат натрия и парабены. Ну, взяла в качестве пены для ванны, опять-таки в пустых баночках покажу, как она хорошо или плохо пенится. Так, что у нас тут следующее? Так, следующее. Я нахожу две щетки для зубов. Первая с мягкой щетиной я взяла для Руслана, и вторая с мягкой щетиной я взяла для Руслана. А что, две одинаковые? Странно, я вроде себе заказывала не с мягкой щетиной. Ну, в любом случае, по зубным щеткам я не очень сильно схожу с ума. Я вот, например, тут сейчас себе купила какую-то то ли Орл Би, то ли Колгейт. Она такая очень вся похожа на трансформер. Из нее куча каких-то частичек торчит. Но, честно говоря, такие щетки раздирают десну. Поэтому я все-таки больший фанат таких простых, оригинальных щеток, без чего-то такого странного. Поэтому, когда чувствую, что у меня как-то начинают кровоточить десны, беру себе, в принципе, щетки Локолюты, горе не знаю. Так, следующее, что здесь упаковано, это вот такой вот кондиционер для зубов, ополаскиватель для рта от марки Рокс. На него были какие-то скидки, поэтому он стоил как-то совершенно недорого. Он без алкоголя, без фтора, без спирта и без красителей. Он у нас с ароматом малины, защиту зубов и десен. Я еще ни разу такой не брала. Но пахнет реально малиной, но очень-очень-очень в отдалении. Не знаете, ну не как такие вот дешевые гели для душа с малиной. А где-то, где-то, где-то очень далеко пахнет такой холодной малиной. Ну попробую, потому что обычно ополаскиватели для рта такие жутко ментоловые. Я тут закончила очередной листерин и захотелось просто какой-нибудь вкусняшки. Следующее, что я нахожу, это у нас вот такой вот продукт от марки Янсен. По-моему, она называется, если быть верной. В общем, что это такое? Я в свое время очень влюбилась в такой продукт от марки Дермалоджика, который, ну как, такой, я его называла даже, знаете, такой стиральный порошок для лица от Дермалоджики. Это реально такой сухой порошок, вот, ну, похоже реально на порошок для стирки. Ты его наносишь на лицо, и он очень хорошо очищает лицо, и при этом он работает наполовину как пилинг, наполовину как умывалка. В общем, такое средство для хорошей очистки достаточно жирной кожи. И также такое средство есть у Канебо, по-моему, бренда, что-то такое. Оно стоит подороже. А я же в Центре здоровой кожи нашла вот этот вот продукт от Янсен. В принципе, это то же самое. Это пудровое средство для умывания кожи. Я прочитала в интернете на него исключительно восторженные отзывы. Средство стоит порядка там 2500-2800, но оно нескончаемое. Это 100 грамм чистой пудры. То есть там средство этого, народ пишет, что умываясь каждый день, хватает чуть ли не на полтора года. Судя по тому, что пахнет достаточно сильно, я вот так вижу, запах такой очень... Ох... Сложно объяснить, что это. Это какое-то растение. Я не могу понять, какое, но это вот отдушка какого-то растения. Представляет это собой вот такую вот штучку. И отсюда, в принципе... Давайте чуть-чуть высыплю, покажу вам. И отсюда высыпается, в принципе, вот такая вот пудра. Дальше вы ее просто немножко размачиваете, либо в ладошках, либо просто делаете лицо ваше уже влажным и умываетесь. Насколько я поняла, это средство именно для умывания, для очищения кожи. Это не средство для демакияжа, потому что мне кажется, что такая пудровая составляющая вряд ли с ним справится. А именно для того, чтобы хорошо прочистить комбинированную кожу лица. Очень круто. Буду пользоваться и обязательно расскажу вам о своих результатах. О, дальше очень крутая штучка. Это вот такой вот крем для рук от марки EOS Hand Lotion. Я его, на самом деле, очень давно подсмотрела у Кати. Но я думаю, что мы все давно уже знаем вот эти вот средства, да, для губ, вот эти вот яички от EOS. И также у них есть еще побочные всякие линейки, но они не все поступают в Россию, о многих вещах мы просто не знаем. И есть вот такие кремы для рук. Честно говоря, я считаю, что это абсолютнейшая растрата, потому что стоил он что-то порядка 400 рублей. Но здесь буквально, господи, девочки, я даже не знаю, сколько здесь миллилитров, но просто явно вот, ну, очень-очень-очень мало. Но фишка здесь в том, конечно, что он такой яркий, красивый, милый. Вот так вот это все выглядит. Такой маленький-маленький гель, такая приятненькая упаковочка. Конечно же, это такой сумочный вариант. Конечно же, это такой вариант, чтобы все подружки ахнули и сказали, ой, какой симпатичный крем для рук. Я взяла себе вот такой зелененький. Насколько я помню, он с увлажняющим цветочным ароматом. Здесь всего лишь 44 миллилитра, он вот такой вот маленький. Но это реально вот просто такая давнишняя хотелка. Очень нежный, очень приятный. По аромату очень-очень тонкий, достаточно дорогой аромат. Нет такой какой-то неприятной ноты, как это бывает в кремах бархатные ручки. Но, с другой стороны, бархатные ручки и стоят, в принципе, 20 рублей, а не 400. Но это, как повторюсь, это была такая давнишняя хотелка, такое мини-средство в мини-сумочку. Поэтому очень-очень довольна. На дне коробки вижу еще два средства. Первое, это была вот такая вот странная паста для зубов. Я иногда очень люблю попробовать что-то новое. И нашла вот такой бренд, который называется Blanks. Blanks, наверное, да, в общем, как-то так. Это у нас итальянский продукт. Почему я ее взяла? У меня есть такой небольшой пунктик. Ну, вообще, на самом деле, пунктиков у меня много, но этот такой небольшой. Я не люблю пасты в тюбиках. Я люблю пасты в тубах. У нас на рынке такое представлено, по-моему, только у Colgate и у Aqua Fresh. И я нашла, что вот эта вот паста Blanks, во-первых, она такая бело-розовая, во-вторых, она для чувствительных зубов, и, в-третьих, она отбеливает зубы. То есть, это просто мой вариант по всем статьям. И, конечно же, мне понравилось, что она в упаковочке. Здесь очень такая достаточно дорогая упаковка, но и паста сама не дешевая. Как-то вот так это все открывается. И внутри мы находим вот такую вот тубу. Я не знаю, но это реально мой пунктик. Я люблю пасты вот в таких тубах. Здесь, в принципе, все достаточно стандартно, насколько я понимаю. Здесь нужно снять какую-то вот такую штуку. И, в принципе, вот отсюда должна, наверное, начать вылезать паста. Ой, она бело-розовая! Смотрите, она бело-розовая. В общем, все, как и обещали. Бело-розовая паста для блондинок. Пахнет абсолютно обычно, такой классической мятой, ничего особенного. Но, опять-таки, в пустых баночках уже попозже покажу, как она мне нравилась, не нравилась. Если кто-то из моих девчонок такой пользовался, обязательно напишите мне. Так, ну и последнее, что я заказала, это у нас был вот такой вот продукт от марки Нюкс. Это у нас Ревдемель бальзам для губ ультрапитательный. Для сухой и поврежденной кожи губ с медом и эфирными маслами. Ну, здесь, на самом деле, я очень давно хотела себе бальзам для губ, чтобы он был именно в баночке. То есть, такой вот типичный вариант для туалетного столика. Поэтому я взяла ультрапитающее средство для того, чтобы уже, ну, поближе к зиме. У меня и летом губы достаточно все время обветренные, сухие. А зимой со мной происходит вообще просто какая-то катастрофа. Вот такая вот маленькая симпатичная баночка. Я подозреваю, что она будет пахнуть медом. Да, пахнет медом. Может быть, где-то на отдалении чем-то таким имбирным. В общем, запах такой вот, ну, типичный запах для бальзама. Достаточно жирное средство. Сейчас я, конечно, размажу все свои губы. Ну да, буквально чуть-чуть нанесла и очень сразу смягчает. В общем, опять-таки, буду пробовать. Я, кстати, марку Nuxe, я ее только-только для себя открываю. Как-то у меня никогда особо не было продуктов от этой марки. И, честно, даже сказать ничего не могу. Я помню, что раньше у них были какие-то такие масла, да, ну, масла какие-то сухие для тела. И как-то вот народ ими страдал. Вообще, у них очень большие линейки ухода. Но я решила начать с ухода за губами. Поэтому теперь у меня вот на туалетном столике поселится вот такая симпатичная баночка. Коробка пустая. Это было все, с чем я могла сегодня с вами поделиться. Больше ничего нет. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам был интересен этот анбоксинг. Я вам желаю отличнейшего настроения. Всего самого замечательного. Я вам желаю отличнейшего настроения. И, конечно же, до встречи на моем канале. Пока-пока!